Неопознанные живые объекты За три года почти 300 человек были убиты и съедены монстром, питающимся исключительно человеческой плотью Что это был за зверь, остается загадкой и сегодня Зверь был размером с быка и когтями с человеческую руку Отец отправился на поиски дочери и обнаружил только ее останки Это могло быть как животное, так и серийный убийца Охваченное безумием животное или же убийца, переодевшийся волком Присоединяйтесь к нам в разгадке тайны чудовища из Живодана Билл Керр, инспектор миссии Натали Шмидт, зоолог-специалист по поведению животных Дэниел Сирл, специалист по защите окружающей среды, кинооператор На небесах и земле немало странных и необычных явлений Сейчас вы познакомитесь с одним из них Будьте осторожны Чудовище из Живодана впервые было замечено в июне 1764 года Девочка из крестьянской семьи мирно пасла стадо, когда зверь выпрыгнул из леса Но его когти не добрались до ее горла, потому что обезумевшее стадо ринулось прямо на него И он трусливо скрылся в лесу Вернувшись в деревню, перепуганная пастушка описала зверя как животное размером с быка и рыжей шерстью Предположительно, на груди у чудовища были белые полосы А на хвосте у него была кисточка Довольно странное описание, не находите? Но кем бы он ни был, хищник действительно существовал Но вот был ли он зверем или же человеком? Наша команда отправилась во Францию, чтобы расследовать эту 250-летнюю тайну Прекрасная страна С темным прошлым Дэн и Натали едут в южную часть страны, в провинцию Живодан, где безумствовало это чудовище Чудовище из Живодана не миф Письменные свидетельства того времени указывают на то, что некто убил десятки людей Вскоре после первого нападения на холмах Живодана стали постоянно находить трупы Чудовище, видимо, питало особое пристрастие к женщинам и детям И убивало их десятками различных способов Но у всех его жертв была одна отличительная особенность На их головах и шеях были следы множественных укусов У некоторых не было голов Чудовище сжирало их внутренности, оставляло остальное падальщикам Неудивительно, что местные жители были в ужасе Именно здесь чудовище убило некоторых своих жертв Некоторые из них были пастушками и пастухами Представьте себе, ведь если бы они знали, что чудовище вышло на охоту Они бы спрятались в небольших укрытиях вроде этого История Марии Жин-Вале одна из самых известных Она с сестрой шла к соседу на ферму, когда чудовище вышло из лесу Мэри ткнула его пикой, пронзив грудь Говорят, чудовище прижало лапы к груди и убежало Подобные памятники единственное, что напоминает о том ужасе, который некогда охватил жителей той местности Не забудьте, дорогие мои, все это происходило в смутное для Франции время Большая часть страны голодала Крестьяне ненавидели короля Людовика XV И массово уходили из стен церквей В воздухе витала революция По мере того, как число убитых возрастало, церковь стала заявлять, что все это происки дьявола И люди стали возвращаться в церковь Церковные скамьи были переполнены людьми, которые молились об избавлении от чудовища Но убийства не прекратились Никто так и не знал, что же это было за чудовище У нас есть свидетельство очевидцев Но что же это за разъяренное животное? Давайте посмотрим, кто бы это мог быть Во-первых, лев или же другой хищник семейства кошачьих Но в 18 веке во Франции не было львов Однако у короля Людовика был зоопарк В те времена у аристократов считалось модным привозить экзотических животных из Африки или Азии Хотя никто никогда не слышал о том, чтобы эти животные сбегали из их личных владений То же самое касается пантер и гепардов Легендарных охотников, быстрых как ветер Но опять же, мои дорогие Никого из них никогда не привозили в Европу Тем более, их пасти слишком малы, чтобы нанести те повреждения, которые находили у жертв И самое главное, ни один из свидетелей не описывал чудовище как существо, похожее на представителя семейства кошачьих Если это не кошка, то может быть собака Стая собак Однако показания очевидцев говорят об обратном Может это были гиеновые собаки Это безжалостные, жестокие охотники Но они охотятся только стаями Очевидцы говорят об одном огромном чудовище И это, мои дорогие, указывает нам на двух главных подозреваемых Волка и гиену Мы все ближе к истине Наш главный подозреваемый — гиена Хотя гиены и не водятся во Франции, богатые люди часто покупали их за рубежом И это животное совершенно точно могло причинить те травмы, которые наносило то чудовище Теперь, что касается волка, которого подозревают буквально все Почему? Потому что в 18 веке волков во Франции было полным-полно Они жили в лесах и угрожали крестьянам, охотясь и убивая их овец Известно, что каждый год крестьяне убивали около 70 волков, защищая свой скот Поэтому начнем с волка и узнаем, виновен он или нет Нэт и Дэн опросят потомков жертв На этом древнем кладбище покоится Луиза Сулиер вместе с шестью другими жертвами чудовища Луиза была молоденькой пастушкой, присматривающей за стадом на этих холмах, пока не стала жертвой зверя 250 лет спустя ее потомок Гей Сулиер все еще живет в Живодане Месье, ваш предок был убить чудовищем и погребен здесь Что же случилось? Луиза следила за стадом, когда чудовище напало на нее и разорвал ей грудную клетку Когда ночью она не вернулась домой, отец отправился на ее поиски, но обнаружил только ее останки Кем, как вы думаете, было чудовище из Живодана? Думаю, это был волк Многие люди придерживаются именно этой гипотезы, но так ли она верна? Действительно, в те времена волки сотнями бродили по провинции Живодан Они, как, впрочем, и люди, боролись за свой кусок мяса Охотясь, волк действует по схеме «подкрадись и убей» Но самое важное, пожалуй, то, что волки убивают своих жертв, кусая их за горло и яростно раздирая шею Если волку не удалось сломать шею жертвы, он разгрызал ее глотку В том случае, если жертва была некрупной, голова откусывалась напрочь Затем волк медленно вгрызался в тело жертвы и выедал все внутренности Я посылаю Дэна и Натальи в Альпы, чтобы узнать, мог ли одинокий волк таким образом убить столько людей Не могу поверить, мы в Альпах Согласись, вид просто потрясающий Просто невероятно С кем ты здесь встретишься? Я собираюсь поговорить с государственным чиновником оппозиции правительства Франции в отношении волков А ты отправишься прямиком в горы? Да, чтобы пообщаться с фермером Жан-Пьером Жофри О тех волках, что постоянно убивают его овец Кажется, эти волки из Италии, они пересекли границы через горы Думаю, будет занимательная беседа Определенно Продолжение следует... За те века, что прошли с момента убийств, волки постепенно исчезли из Франции. Но в середине 90-х итальянцы вновь пустили этих зверей в леса. Волки не знают границ, и поэтому многие из них пересекли Альпы и попали во Францию. Жан-Пьер Жефри десятилетиями пас овец на этих холмах, но с возвращением волков его спокойной жизни пришел конец. Раньше овцы спокойно паслись в этих горах, за ними практически не нужно было присматривать, разве что загонять вечером в загон. Сейчас же их нельзя упускать из виду 24 часа в сутки, поэтому мне приходится платить 8 людям за эту работу, с которой раньше справлялись двое. Насколько овец потеряли и лично вы? Впервые волки напали на стадо в 1998 году. С того времени они убили больше сотни моих овец. Вы бы хотели, чтобы законы изменили и волков разрешили отстреливать? Конечно, я этого хочу. Я ничего не имею против волков, но я должен защищать свое стадо от этих голодных тварей. Я не хочу убивать всех волков, но их нужно выгнать с тех территорий, где мы и пасем овец. Как вы думаете, возможно ли, что те волки, которые преследуют ваше стадо, могут стать современным чудовищем из Жеводана? Да, конечно. Я их очень боюсь, особенно по ночам или когда опускается туман. Волки могут подкрасться и убить меня еще до того, как я узнаю об этом. Поэтому я всегда ношу с собой ружье. Но самое страшное в том, что у меня дети, и у них нет оружия. Как за них не волноваться, когда в любой момент на них могут напасть волки? Мы исследуем по пятам чудовища в Альпах. Чудовище, которое 250 лет назад убило около 300 человек. Всем кажется, что тем чудовищем был волк. Даже сегодня французские фермеры все еще испытывают суеверный страх от того, что волки вернулись. В этих горах царит страх. Но обоснован ли он? Могут ли волки действительно убивать людей? Дэниел, используя скрытые камеры, попытается узнать, что по ночам делают волки. Мы собираемся понаблюдать за той территорией, где овец собирают по ночам, чтобы оградить их от волков. По загону пущен ток, так что они в полной безопасности, что, конечно же, только радует. Мы организуем наблюдение так. На вершине горы, откуда волки, скорее всего, и выйдут на охоту, мы установим камеры ловушки, которые активируются от датчика движения и сами начинают запись. Также мы установим камеры еще с двух сторон. Я буду в центре загона с инфракрасной камерой и инфракрасным фонарем. Смогу сидеть там в полной темноте и наблюдать за всеми в округе. Ни овцы, ни волки ни о чем не узнают. А Жану Пьеру мы дадим вот эту маленькую камеру, которую можно крепить к голове. Поэтому, пока он ходит и занимается своими обычными делами в загоне, мы сможем посмотреть на все с его точки зрения. Если же он на что-то натолкнется, это также будет записано. По его словам, за последние 25 дней он сталкивался с волками 23 раза. Так что и у нас есть шанс их встретить. Я думаю, что он сталкивался с волками 23 раза. Мы нашли отличное место для камеры ловушки вот здесь, в небольшой низине вверх по холму, с которого виден загон. Это одно из нескольких мест, откуда волки могут следить за загоном, поэтому мы оставим камеру здесь. Включается она автоматически. Если нам повезет, мы снимем парочку волков. В горах очень холодно. Не самое лучшее место, чтобы по ночам защищать своих овец от волков. Думаю, я понимаю чувство Жан-Пьера. На снимках видны сотни голодных глаз. Это зрелище напугает любого. Теперь мы знаем, что волки точно здесь. Овцы настолько легкомысленны, что прыгают туда-сюда. Каждые 10 минут они совершают массовые завиги по загону. Это интересно. Я поднялся по холму, чтобы высмотреть на камер ловушку. Она еще не сработала. Но когда я туда подошел, что-то забыло невдалеке от меня и побежало вверх по холму. Так что волки точно здесь, но они очень пугливы и осторожны. Тем не менее, они здесь есть. Несмотря на то, что Дэн провел в горах долгую ночь, ему так и не удалось записать на камеру ничего интересного. Волки, должно быть, почувствовали его запах около камеры и держались от нее подальше. Интересный момент. Присутствие людей привело к тому, что волки побоялись напасть, а не наоборот. Очевидно, что волки и овцы не могут мирно сосуществовать. Поэтому, думаю, единственное, что можно сделать, ввести зональную систему, в которую волков будет своя территория, а у пастухов и овец своя. Возможно, это поможет. Если бы у волков было в достатке животных, на которых можно охотиться, они бы не стали нападать на овец, и все могли бы жить в мире гармонии. Прекрасная мысль, Дэниел, особенно учитывая то, что представитель французского правительства рассказала Натали, что волки останутся на территории Франции. Думаю, страшно жить с мыслью, что волки постоянно наблюдают за тобой. Но могут ли наши главные подозреваемые действительно быть хладнокровными убийцами? Натали намерена это выяснить. Она собирается поговорить с Бертраном Педро Летти, экспертом по волкам, работающим с французским правительством. Не все во Франции против волков. С того момента, как во Франции снова появились волки, правительство решило их защищать. Как вы думаете, если эти волки нападают на овец, то могут ли они быть опасны для людей? Я не знаю, нападали ли волки на людей и убивали ли они их. А вы? Это маловероятно. Скорее, даже абсолютно невероятно. Волк – здоровое животное, если он, конечно, не болеет бешенством. Он никогда не станет нападать на человека. Волки боятся людей и предпочитают избегать встреч с ними. Подобных нападений никогда не было. Если честно, скорее всего, они существуют только в фантазиях людей, а не в реальной жизни. Тогда почему волков несправедливо в этом обвиняют? Волка всегда считали врагом человека, а в любой религии он был порождением дьявола. В действительности же волк – это очень умное животное, очень гибкое, и его разум чем-то похож на человеческий. Поэтому неудивительно, что в те дни, когда бесчинствовало чудовище, подозрение пало именно на волка. Как я уже говорил, это было смутное время. Истерия, вызванная волной убийств, охватила Южную Францию. Революция была неминуема. Король Людовик, опасаясь потери власти, назначил за голову живого или мертвого чудовища награду. Когда и это не помогло, он послал на охоту за ним своего лучшего стрелка Франсуа Антуана. Когда тот убил огромного волка, король провозгласил, что звери бит к всеобщему удовлетворению. Но спокойствие длилось недолго. После того, как король отпраздновал победу, снова начались убийства. Что ж, а волк был оклеветан? Мне хочется, чтобы Дэн и Натали ближе познакомились с теми созданиями, которых обвиняют в убийствах. Я посылаю их в волчий парк в Живодане, который находится в самом центре провинции, где обитало чудовище. Совсем скоро наши бравые детективы заглянут мнимому убийце прямо в глаза. Неопознанные живые объекты Неопознанные живые объекты Рад снова видеть вас, мои дорогие, на программе «Неопознанные живые объекты». Мы во Франции и преследуем монстра-убийцу 18 века, которого знают как чудовище из Живодана. На его счету около 300 жертв. Согласно легендам, им был волк. Я послал Дэна и Натали в волчий парк в Живодане, чтобы они ближе познакомились с предполагаемыми убийцами. Этот заповедник существует более 40 лет, благодаря своему основателю, бывшему журналисту Жерару Минатори. Также он был специалистом по охране окружающей среды и просто влюбился в волков, когда описывал историю Польши. Он основал этот парк, чтобы защитить этих животных. Сегодня его дело продолжает его дочь Анна Минатори. По моему мнению, да и по мнению других специалистов по волкам, чудовищем из Живодана был не волк. Я изучала волков долгое время и знаю, что волки не приближаются к людям. Даже в лесах они не подходят к ним ближе, чем на 200 метров. Здесь, в парке, где волки уже привыкли к людям, они подходят ближе. Но в те дни волки не могли быть приучены к людям. Итак, волк не виновен? Он не смог бы убить такое количество людей в столь короткий промежуток времени? Ни за три года, ни за 33 волк никогда бы не смог совершить столько убийств. Волк мог поедать мёртвые тела, которые оставались от жертв, а вскрытие в то время было делом недолгим. Доктора смотрели на тело и говорили, «Волк ел это тело, значит, он и есть убийца». Давайте узнаем, что думают по этому поводу Дэн и Натали. Я на 100% уверена, что это был не волк. Твоё мнение, Дэн? Думаешь, волк виновен, или же он стал козлом отпущения? Думаю, здесь сработал своего рода эффект снежного кома. Когда он начинает катиться, то становится всё больше и больше, и уже трудно понять, откуда же всё началось. Во всём мире думают стереотипами. Если человек умер в море, в этом виноваты акулы. Если в Австралии, барракулы. Да где бы это ни случилось, первая мысль, в этом виновен известный хищник. Их всегда обвиняют первыми. Но что же тогда за чудовище это было? Не думаю, что волк или даже волки. Я сам видел их, и они действительно боятся людей. Это могла быть некая помесь. Но почему тогда, когда его осматривали, на это не обратили внимания, и не узнали, что же это была за помесь? А что ты думаешь? Я согласна с тобой. Скорее всего, это помесь. Все те черты, которые нам описывали, длинная шерсть, странная морда, заострённые уши, и очень-очень длинный хвост, всё указывает на помесь. Возможно, собаки и волка. Я на сто процентов уверена, что волк здесь ни при чём. Они боятся людей и просто не способны убивать их таким образом. Я также уверена и в том, что за этой помесью стоит человек. Не верю я в том, что животные или даже группа животных могли так любить человеческую кровь. Действительно, зачем дикому животному нападать на пастушек, а не на овец, которые явно принесут ему меньше вреда и не будут с ним бороться? Это просто не имеет смысла, если только это не животное, которое натренировали для нападения на людей. Поэтому, мои дорогие, волка и подставили, так же, как кролика Роджера. После того, как стрелок короля Людовика убил огромного волка, кровавые нападения продолжались ещё более года. Кто-то подсчитал, что на счету чудовища было около 300 жертв. Затем в игру вступил человек, которого звали Жан Шостель. Шостель был местным охотником на волков. Большинство крестьян использовали для убийства волков ядовитые приманки. Шостель был одним из немногих, у кого было своё оружие с кремниевым затвором. Кроме того, он разводил и воспитывал волкодавов, с помощью которых выслеживал и отстреливал самых опасных волков. Слугам короля не удалось убить зверя, и тогда соседи Шостеля стали умолять его помочь им убить чудовище. 19 июня 1767 года в 10.15 утра 12 охотников с собаками загнали чудовище на расчищенный участок леса. Жан Шостель лежал в траве и ждал зверя, читая молитву. Рядом с ним лежало ружьё и две окроплённые святой водой пули. Чудовище остановилось прямо перед ним. Он с первого выстрела прострелил зверю в лодку. Чудовище из Жаводана было мертво. Натали разыскала наследницу Жан Шостеля, второго убийцы чудовища. Его пра-пра-правночка, мадам Денис Ройе, которой исполнилось 92 года. Жан Шостель был прекрасным охотником с блестящей репутацией, к тому же фермером и примерным семьянином. А каким человеком был Жан Шостель? Ваша прабабушка рассказывала что-нибудь о его характере? «Бабушка говорила, что он был храбрым человеком, католиком до мозга костей. Она говорила, что он сделал то, что должен был сделать. Вы считаете его героем?» «Не думаю, что он был героем. Он просто сделал то, что умел. Героем его стали считать после этого». Итак, Жан Шостель стал героем после того, как прекратились убийства. Но что за животное он убил? У нас есть несколько доказательств, что им был наш второй подозреваемый. Гиена. Вот что говорит об этом Франц Жюльен, хранитель музея «Естественные истории в Париже», у которого есть несколько доказательств в поддержку этой теории. Именно туда я и посылаю Дэна и Нэтт. В Париже, чтобы исследовать. О, прекрасный Париж! Эйфелева башня, Елисейские поля, Триумфальная арка. «Изумительный город». Наталья приехала в музей «Естественные истории», чтобы поговорить с его хранителем Францем Жюльеном. Он уверен, что именно Гиена, а не волк, ответственно за эти убийства. Почему вы думаете, что чудовищем из Жаводана была Гиена? Когда я прочитал о тех повреждениях, которые были нанесены жертвам, я сразу же подумал, что их могла нанести только Гиена. К тому же Жан Шастель после убийства второго чудовища нарисовал его портрет. И это в точности была Гиена. Это точно не волк. И чудовище действительно убивало своих жертв именно так, как это делает Гиена. Ещё у нас есть энциклопедия, найденная в 1819 году. Гиена там описывается как существо, похожее на чудовище из Жаводана. То есть эта небольшая книга утверждает, что чудовищем из Жаводана был никто иной, как Гиена. Этот буклет, как и рисунок, поддерживает теорию, согласно которой чудовищем была именно Гиена. Книга также описывает повадки Гиены, например, то, что она убивает только слабых телом, например, маленьких детей. Это обычное поведение для Гиены? Гиены всегда нападают на беззащитных, спящих или маленьких детей. Довольно интересен тот факт, что в то время во Франции не было Гиен. Откуда они могли взяться? Действительно, в то время во Франции не было диких Гиен. Но зато среди аристократов, особенно богатых, считалось модным держать у себя дома экзотических животных из Африки. Я замечательно пообщалась с Францем Жульеном. Если раньше я сомневалась в теории с Гиеной, то сейчас я думаю, что это весьма правдоподобная версия. Франц Жульен показал мне рисунок, сделанный Жаном Шастелем после того, как он подстрелил чудовище. И это в точности полосатая Гиена. Зачем ему рисовать полосатую Гиену, если это была не она? Но что меня окончательно убедило, так это небольшая энциклопедия 1819 года выпуска, в которой была нарисована полосатая Гиена и сказано, что она убила в живодане сотни людей. Это не может быть случайным совпадением. Сейчас эта теория кажется мне гораздо убедительнее, чем раньше. Версия с Гиеной довольно убедительна, но есть небольшая проблемка. Согласно нашему исследованию, есть четыре вида Гиен, и только один из них способен на жестокую охоту — пятнистая Гиена. Но никто из жертв не говорил ни о каких пятнах. Что касается полосатой Гиены, она питается падалью. Значит, наше чудовище всё так же остаётся загадкой. Может быть, это был волк, замаскированный под Гиену? Волк в шкуре Гиены? Или что-то ещё более мистическое? Совсем скоро Дэниел и Натали вновь вернутся в места боевой славы чудовища. Дэниела я отправлю в музей восковых фигур, экспозиция которого посвящена чудовищу из Живодана, где он встретится с человеком, который знает всё об этой твари. Это мог быть как монстр, так и убийца. Неопознанные живые объекты. Неопознанные живые объекты. Рад увидеть вас снова. Дэниел приехал в СОУК, в самый центр провинции, которую некогда в страхе держало чудовище, которому и посвящён музей невероятностей. Существует в буквальном смысле десятки теорий о чудовище из Живодана. И Жан Ришар, хранитель этого музея, знает практически все из них. Как вы говорили, существует 15 или 20 разных теорий, касающихся чудовища из Живодана. Назовите некоторые из них. Это могло быть животное, серийный убийца, садист, помесь разных животных, даже говорили про животное, которое привезли из Африки. Это мог быть оборотень, поскольку мы до сих пор не знаем, кем же было это чудовище. Моя работа — сохранять историю чудовища из Живодана в тайне. Как только кто-то выдвигает новую теорию, я нахожу в ней противоречия, поскольку тайна остаётся тайной, пока она не раскрыта. Волки слишком бугливы, чтобы убивать людей, но помесь собаки и волка можно этому обучить, если человек этого захочет. Существует масса теорий. В них фигурирует и волк, и собака, и церковь, и дьявол, и инопланетяне. Вы лично верите в то, что одна из них наиболее правдива? Нет. Интересно. Но это ни на шаг не приближает нас к разгадке. Однако он упомянул об одной возможности, возможности, если вы помните. Серийный убийца. Серийный убийца, который использовал в качестве орудия животное. Шокирующая версия. Но можно ли найти ей основания? Я посылаю Дэна и Натали на встречу с новыми игроками в этой драме. Специалистам по хищникам, историкам и уголовным экспертам. Может быть, это поможет нам решить, было ли чудовище из Живодана животным, человеком, или чем-то между тем и другим. Пока Дэниел и Натали в пути, давайте вспомним, что у нас есть. В Живодане, во Франции, 250 лет назад, за три года ужасной смертью погибло около 300 человек, которых разорвало в клочья некое чудовище. Король Франции послал своего лучшего стрелка на охоту за ним. Был убит огромный волк, и убийства прекратились. Но ненадолго. Примерно через полгода убийства снова возобновились. Крестьяне призвали на помощь местного охотника на волков. Ему и удалось остановить эту волну убийств. Но никто не знал, что же за чудовище он убил. Дэниел и Натали скоро встретятся с историком Дериком Брокисом, который много лет изучает историю чудовища из Живодана. После ваших научных изысканий, к какому же выводу вы пришли? Буду с вами предельно честен. Я изучаю этот случай уже 15 лет, но точный ответ вам дать не могу. Но не уверен, что это была некая помесь животных или сбежавшая гиена. Да, это существо было очень умным, делало решительный бросок с огромной дистанции, преодолевало огромные расстояния. Об этом так много писали. Но мне кажется, это было что-то исключительное. Например, думаю, ситуацию замечательно подытожил месье Донаваль, который был величайшим охотником на волков во Франции. Он убил свыше тысячи волков и был признан самим королем, лучшим среди охотников на волков. Его послали в Жеводан с сыном. У него были лучшие гончие во Франции и тысячи людей, чтобы выслеживать чудовище. Он потратил на охоту за ним месяцы и покинул Жеводан со словами «Этот тварь не волк». Если это чудовище не волк, кто же тогда? Во Франции было немало аристократов и завощенцев, которые проводили ужасные эксперименты. Кто знает, во что они могли вылиться? Возможно, зоолог Мишель Луи сможет ответить нам на этот вопрос. Он руководит зоопарком Дамменвилл и специализируется на хищниках, не только волках, но и представителях семейства кошачьих. К тому же он давно увлечен загадкой истории чудовища. Я отправил Дэниела в зоопарк, чтобы узнать его мнение по этому поводу. Есть один довольно примечательный момент. Животное не боялось людей, что совершенно ненормально для дикого животного. Следовательно, это было животное, воспитанное человеком и натренированное на убийство других людей. По словам Мишеля Луи, у чудовища из Живодана были все характеристики помеси волка и собаки. Знаменитые белые полосы на груди и пушистый хвост. Все это — признаки помеси собаки и волка. Как и агрессивность. Более того, Мишель Луи с уверенностью заявил нам, что отцом чудовища был волк, а матерью — собака. Такой тип гибрида обладает хитростью волка и способностями к обучению собаки. Эта тварь, как он считает, была обучена убивать. Итак, мы пришли к выводу, что чудовищем из Живодана скорее всего был не волк и не гиена, а помесь, волка и собаки. Мишель Луи, который изучает эту загадку уже 15 лет, откроет нам даже имя предполагаемого хозяина зверя. Думаю, за всей этой загадочной историей стоит аристократ, влиятельный граф Жан-Франсуа Шарль де Моранжес. Согласно французским легендам, граф Моранжес был богатым и развратным садистом, к тому же еще и заклятым врагом короля. Также известно, что граф вполне мог использовать способности Шастеля, чтобы вырастить и натренировать чудовище. Луи также считает, что сын Жана Шастеля, Антуан, также был замешан в этих убийствах. Жан Шастель был одним из лучших охотников в провинции, одним из немногих, у кого было ружье. Довольно редкая в те времена вещь. Поэтому, если бы он захотел, он мог бы убить чудовище в любое время. При тщательном анализе всей этой истории, все оказывает на причастность к делу семьи Шастель. Но если доказать причастность семьи Шастель довольно легко, то граф Моранжес — совсем другое дело. А откуда Мишель Луи добыл всю эту информацию? В конце 18 века, когда и бесчинствовало чудовище, официальный бланк расследования назывался «процессуальное заявление». Свидетели преступления рассказывали свои истории таким людям, как доктор или священник. А они, в свою очередь, писали отчет о прослушанном, который затем становился частью исторических хроник. Но как мы можем утверждать, что чудовищем из Живодана был убийца, а не монстр? Натали разыскала Лорана Монте, следователя которой изучал криминалистику в Парижском университете и работала во французской полиции, составляя психологические портреты убийц. Используя методику ФБР, месье Монте исследовал имеющиеся факты. Он посмотрел архивы и пришел к такому же выводу, как и специалист-похищник Мишель Луи, чудовище было частью заговора, ставящего целью убийства и запугивания сотен людей. Основываясь на анализе фактов, он пришел к шокирующим выводам, которые касаются волны убийств. Он считает, что эти люди были самыми страшными серийными убийцами во Франции, а может быть и во всем мире. Думаю, это первый в истории Франции случай, когда команда организованных преступников терроризировала и убивала людей. Согласно нашему эксперту, у нас есть четверо подозреваемых. Во-первых, это, конечно, животное, помесь собаки и волка. Во-вторых, человек, который тренировал это животное, Антуан Шастель, у которого были все данные для серийного убийцы. В-третьих, Жан Шастель, его отец и охотник, убившие второго зверя. И в-четвертых, лидер этого объединения, граф Моранжес, который мечтал о свержении короля Франции. Эта история случилась, когда король оказался в затруднительном положении. Франция погрязла в коррупции и бюрократии и только что пережила проигрыш в семилетней войне с Британией. В стране был голод, и жители некоторых провинций, особенно где было много женщин и детей, отказывались работать в полях из страха перед чудовищем. В воздухе витала революция. Именно поэтому граф не упустил шансы и воплотил свой садистский план в жизнь. Но как мы можем быть уверены, что Антуан Шастель и его отец были с ним заодно? Карта убийств поддерживает эксцентричную и странную теорию следователя. Как мы видим по этой карте, есть шесть различных зон, где совершались убийства. Если мы взглянем на четвертую зону, то увидим, что все убийства прекрасно организованы и идут по прямой линии. Дикое животное никогда бы так не сделало. А в зоне шесть чудовище оставалось дольше всего. И именно там произошло наибольшее количество убийств. Угадайте, кто там жил? Так и есть. Семья Шастель жила именно там. А чудовище было убито прямо рядом с их домом. Как мы знаем, серийный убийца чаще всего начинает убийство далеко от своего дома, но постепенно все больше к нему приближается. Итак, чудовище из Живодана, скорее всего, было помесью собаки и волка, выращенной Жаном Шастелем и его сыном Антуаном. В теории всем этим управлял дьявольский изобретательный граф Моранжес. И все это было частью его плана по свержению строна короля Людовика XV. Лоран Монте утверждает, что эти три человека были серийными убийцами. Как и типичные серийные убийцы, совершили большинство убийств недалеко от своего дома. Что же, Лоран, дело можно считать закрытым? Можете ли вы с уверенностью утверждать, что именно эти трое и были чудовищем из Живодана? Нет, даже собрав все эти доказательства, нельзя быть ни в чем полностью уверенным. Хотя мы и открыли некоторые веками хранящиеся секреты, чудовища из Живодана и кровавые убийства, им совершенные, все еще остаются загадкой. Согласен с этим, Даниэл? Это очень интересная история. Чем больше узнаешь, тем больше хочется узнать. Ты отвечаешь на один вопрос и задаешь себе еще два. Не думаю, что мы теперь точно знаем, кто же это был. Единственное, в чем я уверен, это был не волк. Что ты думаешь, Натали? Думаю, единственное, что мы доказали, то, что волк совершенно невиновен. Волк и даже стая волков не могли совершить столько подобного рода убийств. Также я уверена, что это не гиена. По слухам, это животное могло перепрыгивать через огромные стены. Гиены физически на такое не способны. Думаю, это была помесь собаки и волка. Описание чудовища полностью этому соответствует. А тот факт, что были найдены обезглавленные тела, с которых была снята одежда, после чего голова возвращалась на место, этого сделать не могло ни одно животное, так что за этим явно стоит человек. Хорошо. Тогда кто контролировал чудовище? Думаю, это было смутное время в истории Франции. Чего тогда не случалось? Есть несколько имен, которые постоянно всплывали в ходе дела. Семья Шастель, граф Мранжес. Мне кажется, что если кто и был в этом замешан, так это именно они. Думаю, чудовище из Живаадана войдет в историю как один из самых успешных серийных убийц. Итак, монстр или убийцы? Как думаете вы? Но это еще не конец истории, поскольку в других провинциях странные убийства продолжались. Всего в 17-18 веках было убито около тысячи людей, в основном детей и женщин, и все они были убиты загадочными чудовищами. Существовало похожее чудовище из Андре. Не так давно стало известно про чудовище из Валле. Вполне возможно, это был волк, и не стоит забывать про чудовище из Вивере, которое вело себя подобно нашей твари. Если Шастель и граф Мранжес были в ответе за 300 смертей, которые приписываются чудовищу из Живаадана, то кто же в ответе за остальные? Были ли это жертвы монстров или же убийц? Может быть, об этом мы узнаем в следующих сериях нашей программы. На небе и Земле немало странных явлений. Вы только что в этом убедились сами в программе «Неопознанные живые объекты». Субтитры создавал DimaTorzok Программа дублирована на студии Tutti Records по заказу студии U7 TV.